В третье воскресенье сентября во всем мире свой профессиональный праздник отмечают лесничьи. Бережно следят за сохранностью леса не только мужчины, но и женщины. Это доказывает Екатерина Веселова, сотрудница Малаховского лесничества. О своей необычной работе девушка рассказала нашей съемочной группе и поделилась советами, как не заблудиться в лесу, отправляясь за грибами. Екатерина Веселова часто вот так одна ходит по Малаховскому лесу, но не просто гуляет, а следит за состоянием деревьев. Такая у нее работа. Девушка признается, что одной ей совсем не страшно. В лесу чувствует себя умиротворенно, как нигде. Он сказал, что здесь такой принцип, если ты боишься, лучше не садиться. Если ты чувствуешь в себе силы и чувствуешь себя уверенно в любом действии, то уже и бояться не стоит, и все будет хорошо. Такие наставления давал Екатерине ее отец. Именно по его примеру девушка стала лесничем. Любовь к природе у нее с детства. Маленькой девочкой она видела, как папа рисует карты леса. Вместе с ним делала обходы. Теперь сама разбирается в породах не хуже опытных лесников. Хотя и работает всего два года. В свежем воздухе в лесу. Я вот когда, например, в лесу хожу, и у меня сердце радуется. Я смотрю на эти все там листики, деревья, и мне очень нравится. Я прямо душой как бы отдыхаю. Лесничие в первую очередь хранители леса. Их главная задача – определить больное дерево и как можно быстрее его ликвидировать, чтобы оно не успело заразить соседние. Иначе может пострадать весь лес. Для того, чтобы привести лес в нормальное, в хорошее состояние, в каждом лесничестве проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия. Этой штукой, вилкой определяется диаметр дерева. Затем больное дерево помечают под вырубку. В сентябре у лесничих появляется и другая забота – грибники. А точнее, те, кто заблудились на природных тропах. В первую очередь оповестить всех своих близких, куда вы собираетесь и зачем, и на сколько, чтобы ваши близкие были в курсе. И на случай того, что вы потеряетесь, близкие сразу могли отреагировать как-то и позвать на помощь. И второе правило – яркая одежда. Чем ярче, тем лучше. Сливаться с природой можно только душой, но не внешним видом. А лесничие часто сами выводят потерявшихся из леса? Да, лесничие тоже зачастую нам звонят, пишут, что потерялись в лесу люди. А поскольку лучше лесничего леса не знает никто. Даже ночью у нас один лесничий выводил из леса дедушку, который также пошел за грибами, заблудился. Но, слава богу, все закончилось благополучно. В подмосковных лесах в сентябре заблудились 335 человек. Это только по официальным данным. По словам лесничих, заплутать очень легко. Отправляясь за грибами, нельзя уходить глубоко в лес. И нужно запоминать дорогу. Тогда искать никого не придется.